Я приехал на конференцию и ко мне подходят достаточно быстро представители ВВФ Всемирный фонд Акран Дико Кродо и говорят, слушай, какое дело в общем, обязательно мы тебя сейчас сведем с ЕН Плюс группа это там один из основных владельцев или основной владелец Дерипаска господин Дерипаска у них появились планы по достройке Крапивинского гидроузла то есть они так с большим энтузиазмом смотрят считают, что это экологичный очень проект и действительно, я говорю, конечно, давайте я не знал этого, давайте говорить и подошел ко мне такой товарищ Сергей Александрович Сергеев Александр Юрьевич управляющий директор энергетического бизнеса этого холдинга, как правильно назвать ЕН Плюс группа называется мы с ним поговорили то есть они все очень просто так смотрят недостроенно они выехали, они уже выезжали на место с комиссией со своей внутренней то есть пока что это нигде официально у них не заявлено но в их внутренних планах это очень серьезное место занимает потому что у них есть завод в Кемеровской области и им 300 мегаватт все те же 300 мегаватт фигурируют вот за глаза нам хватает как раз таких 300 мегаватт ну это установленная мощность там поменьше понятно будет коэффициент использования вот говорит все будем строить я ему задал несколько вопросов то есть знает ли он не стал-то с этим раскрывать естественно все карты что мы проходили в свое время и в 90-х годах и вот несколько лет назад такой небольшой у нас был процесс по этому направлению он особенно я так понял ничего этого не в курсе ни он, ни особенно они этим не интересовались они просто видят оценили, выехали техническое состояние этих строений сооружений недостроя он мне прямо рассказал так вот это не пойдет уже все вышло из строя а вот это абсолютно там все железобетонно то есть они оценивают это как такое дешевое приобретение и очень удачный проект экономический что касается экологической стороны они считают, что это экологично вот тот самый миф о том что это будет таким разбавителем водоемом который будет снижать влияние кемеровских загрязняющих предприятий на реку Тонь вот это у них говорят, это же хорошо то есть вот но мы-то знаем, что это уже далеко не так не та ситуация чтобы какие-то такие подобные водохранилища создавать условно чистая приходит к нам вода с кемеровской области с сегодняшними уровнями сбросов вот то есть мы договорились о следующем не о многом совершенно что будем мы с вами друг другу держать в курсе ну конечно ждать, что это будет на 100% соблюдено со стороны Ян Плюс конечно не приходится у них свои интересы очевидно но вот он сказал, что в июле они планируют выезд снова туда такой уже расширенным составом и вполне бы рассмотрели вариант выезда вместе с томскими поводами я говорю, ну конечно за давайте смотреть потому что влияние понятно трансрегиональное и на Томскую область все все то есть вот такая небольшая у нас небольшой разговор состоялся мне буквально пока что ну наверное я может какие-то вопросы отвечу но мне добавить буквально нечего кроме того, что я был очень так удивлен что снова появились эти планы вот они никак не пропадают ну вот я призываю почему и наверное это основным мотивом было нашего сегодняшнего круглого стола я всех призываю очень серьезное внимание этому вопросу уделить прежде всего конечно и представители департамента охраны окружающей среды по своим каналам как-то все это узнавать потому что ну мы неоднократно да в Томске получается уже оценивали этот проект ну как минимум два витка один очень такой виток в котором у Талека и, наверное, присутствующий больше всего участие принимал в свое время и вот несколько лет назад такой быстрый виток вот то есть у меня все по этому вопросу пожалуйста коллеги кого что сказать реально эти документы существуют о строительстве? нет все на уровне слухов? ну как на уровне? это планы это достаточно серьезные слухи в геребажке, арминиевых завод ээээй и фиросплавной обшеневшке там действительно базовые потребности это электромырные они это озвучивали почему мне ВВФ представитель подошел сказал они это озвучивали в какой-то рабочей группе где участвуют руководства крупных наших компаний Которые гидроэнергетикой занимаются Русгибра, вот ЕНПлюс сейчас у них появились Да, свои ГЭСы Это намерение Сейчас намерение, да Сейчас пока намерение Проекта самого нет Нет, нет проекта Потому что ритература федеральная Прочитает через несколько субъектов Да Они с каждым субъектом будут обязательно с удовольствием Конечно Конечно Совершенно верно Но у них это серьезное намерение Я ему сказал, что у нас вообще Ну, какие-то доводы, как мы просто разговариваем Я говорю, знаете, вот у Томской области Хотя, многие, наверное, знают Я противник строительства Северской АЭС Ну, я вот этот аргумент просто использую Что он не снят с повестки дня в Томской области Северская АЭС Знаете, у нас планируется строительство Северской АЭС мощностью более 2 гигаватт У нас вся область потребляет 1 гигаватт, грубо говоря Он говорит, нет, вы знаете, мы покупать, но мы оценивали То есть они оценивали и в том числе Во что им обойдется покупка электроэнергии В случае строительства Северской АЭС Нам гораздо выгоднее, дешевле построить Виктор Васильевич, а вы говорите, что Ему проект нужно будет согласовывать во всех областях, где будет протекать Ну, где будет, собственно говоря А вариант, то, что они возьмут старый проект Скажут, он уже проходил все экспертизы И на основании его, тем более, там не достроено Ему скажут, что не нужно Ну, как это было с Багучанским? Вот я созвонюсь на днях с Росрыболом, ну, с Верхнярским территориальным управлением Потому что это река высшей категории И там при таких вот размещениях, таких хозяйящихся объектов Наносится ущерб огромной реке И они прежде чем вот этот проект делать Там должен быть рамо-хозяйственный раздел По компенсации ущерба И он, в первую очередь, попадает в Верхнярское территориальное управление Если у них этого проекта нет, то он должен быть тогда в Москве То есть в самой главной организации, в Росрыболовском С Росрыболовском мы тоже свяжемся И вот, когда мы узнаем ситуацию, тогда уже можно будет говорить Есть ли вообще проект и зачищется тот старый проект Ну, то ведь его не должны Они все равно технологии там будут другие применять сейчас уже Потому что там же уже нужно достраивать Что-то убирать Демонтировать Демонтировать Демонтировать, да Ну, ответы в Росрыболовском должно сказать Олег, пожалуйста Вопросы на Вольфе Васильевич Необходимо ли сейчас просить губернатора В случае поступления запроса на согласование Необойти стороной общественности Когда будет известность и домерение в этот проект Тогда уже губернатор, конечно, включил А сейчас Пока не о чем говорить Нет предметов Чтобы губернатор мог Ему подготовиться документы Уже Что действительно там уже подготовиться к проекту Тогда уже на уровне, конечно, можно решать там Губернатору Это будет самый дорогий путь К решению Ну да Потому что лобби там будет, конечно, делать Энергическое Ну да То есть С одной стороны Сейчас же известно Что планы различные По строительству Различных Получается У них будут и противники С одной стороны Ну, получено то же самое Что по себе Что У нас будет регулировано Плюс Здесь Еще Безопасность Там Город Томск Должна быть безопасность И строительство Гидроузла Безопасность Город На два слова То есть Можно просто Нужно посмотреть Проект Надо узнать Все Конкретно Если Действительно Это просто Пока Намерение Пока что намерение Это Четко Проекта нет Совершенно верно Другой вопрос Он может появиться Неожиданно Вот И поэтому Может быть Какие-то запросы Он не обойдет Стороны никого То есть Вот так У Арма На уровне Университета Энергетики Это Не примется решение Все равно Она будет Выноситься На осуществление Каждого субъекта Волноноченная Водная Здесь еще Есть управление Водных ресурсов В Новосибирске Которое тоже Отвечает за Водный объект Тоже Федеральное облачение И Здесь Мы сразу Будем поставить У нас У нас Вполне Обязанность Департамент Тоже Подпишем Водные Водные Мешины Потребляют Водные Водные Там Водные Планируются Так А Я не вижу Без тревоги Что Участливо Хорошо Я еще Звоню Не звоните Маш Ум м Как У�